Это сегодня КАМАЗ, символ набережных Челнов и один из главных брендов всего Татарстана. Но мало кто знает, что знаменитого завода на Каме вообще могло не быть. В том смысле, что первоначально автогигант планировали построить в Красноярском крае. И самое удивительное, судьбу КАМАЗа решила партия. Не коммунистическая. Партия в домино. Меня пригласили в Белоруссию на празднование 40-летия республики. И Абрежнев Леонид Ильич говорит, поедем вместе в моем вагоне. Мы немножко играли в домино. Я тогда Леонид Ильич и говорю, Леонид Ильич, там камень наби в этом городе, Красноярском крае. Я говорю, за 20 лет в первую очередь никто вам не построит. А что ты хочешь? Я говорю, я хочу, чтобы мы за 5 лет можем построить в первую очередь. Эти годы, годы строительства одного из крупнейших объектов нашей страны КАМАЗа, Замечательно потрудились рабочие строители, монтажники и автомобилистроители. Где и как формировался характер этого незаврядного руководителя. Скупые строки биографии сообщают, что Фикрят родился в семье героя гражданской войны Ахмеджана Табеева и был старшим из четырех братьев. Отец погиб на фронте. А путь Фикрята на партийную работу был по тем временам не очень стандартный. Фактически он шагнул в партийные лидеры из науки и оставался руководителем советской татарии почти 20 лет. Высокообразованный, молодой, статный, 32-летний, самый молодой в стране первый секретарь обкома партии Фикрят Табеев. Более подготовленного от природы к работе с людьми, чем Фикрят Ахмеджанович, я не встречал. Он хорошо разобрался в нефтяных делах. Вот мне пришлось почувствовать, когда стоял вопрос, как будет развиваться нефтяная промышленность Татарстана. Мы никогда себе до этого не представляли, что Татарстан будет добывать 100 миллионов. Татария стала школой кадров нефтяников Советского Союза. Я назвал это второе нашествие татар на Москву. Там все наши были из татарии, которые впоследствии руководили развитием нефтяной промышленности Советского Союза. Фикрят Ахмеджанович привык убеждать высшее руководство цифрами. Доказывал, что транспортировка углеводородного сырья в другие регионы обойдется неизмеримо дороже, чем его переработка на месте. Так на карте Татарстана возник еще один промышленный гигант – Нижнекамск-Нефтехин. И нефтяная отрасль получила новый импульс в развитии. Фикрят Ахмеджанович Табеев был как человек. Он очень был доступный, хороший. С ним было легко общаться. Фикрят Табеев как губка впитывал в себя все новое. Сказалось научное прошлое и преподавательская деятельность в Казанском университете. Широта, подход и стремление не бояться сильных людей вокруг. И стремление работать с молодежью. Он очень трепетно относился к Казанскому альционному институту. Почему? Потому что ему пришлось посовместить преподавать. И был такой эпизод. Идет демонстрация. Вдруг студент Казанского альционного института останавливался и кричал «Табеев, Табеев, вернись!» Фикрят Ахмеджанович часто говорил, что он полюбил сельское хозяйство. Услышать такое от историка-филолога, казалось бы, странно. Но этого потребовали интересы населения республики. Надо было накормить досыта людей хлебом насущным. И эта задача при нем была решена. Не было колхоза, где бы я не был. Не было предприятия, где бы я десятки раз с тобой не был. Мне говорили все. Ну как же, в магазинах, говорят, места нет. Чем вы тут занимаетесь, понимаете? Да эти места. Я боевой вождь моего народа. Вот так. Творю каждый день что-то. Была у Фикрята Ахмеджановича любимая пословица «Пока людей не накормишь, сам не ешь». Наталья Мочилова и Андрей Мохов. Семь дней.